Имя, существительное, что оно обозначает? В каком плане? В прямом. Ну вот глагол, он... Действие. А существительное... Слово. То, что действует. Не знаю. Окей, что такое эпитет? Нет, эпитет это красочное... Я не знаю, это... Привет, меня зовут Жека. Сейчас я еду на съемку. Задаю пять вопросов по русскому языку. Седьмой, восьмой класс, шестой, пятый. Фиг знает. Если отвечаете правильно, то заплачу тысячу рублей. Всегда боялась этих видео на улице. Итак, имя существительное. Что оно обозначает? Имя существительное обозначает... В каком плане? В прямом. Ну вот глагол, он... Действие. А имя? А существительное... Слово. То, что действует. Не знаю. Имя существительное... Обозначает. Что оно обозначает, да. Вот телефон, это что такое? Предмет. Имя существительное что обозначает? Предмет. Предмет. Э, предмет. Ну, предмет. Давай какой-нибудь звук, если правильно, то какой-нибудь звук издаем. Давай. Хлёвый такой. Не знаю, придумай. Ну я же... Шарлотка! Ну да, да. Шарлотка, окей. Вопрос номер два. Личное местоимение. Что это за местоимение? Личное местоимение это местоимение, которые обозначают... Ну... Местоимение, которое обозначают действие... Что оно обозначает? Нет, просто назови личное местоимение. Личное, но обозначает кого-то. Ты кто? Я человек. Я. Я? Я. Шарлотка. Это он, она... Я. Личное местиимение, я. Эта часть речи может быть эпитетом. Какая часть речи может быть эпитетом? Да, какая именно? Эта часть речи. Эта часть речи может быть эпитетом. Не подсказываю. Что такое эпитет? Эпитет это красочное... Я не знаю, это... Блин. Чтобы придать слово более красочное... Отвечай, я не знаю. Прилагательное. Прилагательное. На речи. Прилагательное. На самом деле, этих частей, которые могут быть эпитетом, их как грязь, и прилагательное, и наречие, да даже существительное может быть эпитетом, ну, что бы ребята ни назвали, тот ответ и был бы правильным. Предлоги, частицы и союзы — это какие части речи? Предлоги, частицы... Никакие. Никакие. Ни о чем. Предлоги, частицы и союза? Частицы и союзы. Союз союза. Предлоги, союзы — это... Не знаю. Помогательное. Я русский очень плохо знаю. Какой ты знаешь? Я знаю. Городский. Это подлежащие... Ой, не подлежащие. Я не знаю. Есть части речи. Блин. Надо подумать. То есть, я помню, но забыла. Странно. Есть самостоятельные, а есть... Очевидцы. Нет. Нет. Не знаю, да? А самостоятельные или не самостоятельные? Не самостоятельные. А, нет, они предлоги, частицы и союзы самостоятельные. Нет? Предлоги, союзы, они... Они нам служат. Понимаешь? Не знаешь, да? Зависимые, может быть? Зависимые? Если существительные, оно может в самостоятельном быть положении, да, вот, например, сказать слово жопа, да? Жопа и жопа. А вот предлоги наречия и союза, они самостоятельными быть не могут. Да, они... Для чего они служат? Зачем они служат-то и вообще? Для связки... А есть нерусский язык? Слу... Служащие. Служащие. Да, красава, да, красава. Шарлотка! Пятый вопрос и песчонка твоя. Признаюсь честно, даже я сам не ответил бы на него правильно, если бы ко мне подошли бы и спросили бы у меня этот вопрос. Итак, слушаем. Ой, неужели меня не пропустят? Бро, ну что ты? О, спасибо! Спасибо. Минимальная неделимая часть слова. Минимальная неделимая часть слова. Минимальная неделимая часть слова. Да, есть прям такое бешеное название. Сам вчера о нем узнал. Не слог, буква, наверное. Нет, или слог. В смысле. Ну, слог, наверное. Я не проходила. Не проходила? Жи, шипи, ши с буквой Е. Ну, неделимая это в каком смысле? Ну, ладно, окей, приставка. А, ну, корень, приставка, окончание, суффикс. Что все это? Да, ну давай. По частям, если разобрать. Ну, сейчас. Морф... Хорошо, хорошо. Морфема или какая-нибудь? Как? Морфема или что-то типа. Морфема? Ну, да, что-то типа. Ты в этом точно уверен? Ну... Это пятый вопрос. Плюс-минус. Шарлотка! Класс. Давай. Все. Супер. Ты пока скажи, пускай там они подписываются везде. Подписывайтесь на канал. Скажи, что в Инстаграме я делаю прямые эфиры. И там можно будет выиграть на пробусах. В Инстаграме проводятся прямые эфиры. Можно поднять бабок. Все, давай. Ё-по.